Здравствуйте, меня зовут Георгий Корунов. Я являюсь артистом государственного хореографического ансамбля «Березка». Сейчас мы находимся с вами в мужской гримерной. Вопрос от нашей подписчицы Елены. И вопрос этот связан с питанием. Вот я, например, я ем все. Ну вот, в любое время, в любом месте. И чем больше, тем лучше. На самом деле, конечно, питание для артиста балета это очень важная штука. И оно должно быть правильное, сбалансированное. Оно дает тебе силы, энергию и впоследствии бережет твои суставы. И об этом задумаешься все больше и больше с каждым годом. Мне уже 28. 28 – это все-таки такой уже не очень большой, но довольно солидный возраст для артиста, потому что век наш артистический довольно короткий. И, так скажем, я уже на экваторе, на середине своего творческого пути. Как минимум, нужно образование. Я не так давно поступил учиться. И учусь я сейчас на данный момент в Государственном институте театрального искусства ГИТИС. Учусь на хореографа, балетмейстера. И вот я только нахожусь на втором курсе. И думаю, что это, как минимум, мне даст какое-то подспорье уже в будущем. Все-таки танцевать не получится так долго, а вот ставить можно хоть. Ну, вы поняли. Мария спрашивает, какой бы жанр и направление танца я бы выбрал, если бы не выбрал народный танец. Это интересный вопрос. И на самом деле мне близки и интересны многие, в том числе и современные виды танцев. И я бы хотел умело и мастерски их исполнять. Но есть одна маленькая изюминка, один изъян. Народный танец формирует из тебя народника. И вот народнику в других направлениях очень тяжело. Очень тяжело раскрепостить свой корпус, потому что мы все время должны быть ровными, прямыми, статными. А в других направлениях, например, это наоборот считается ошибкой или недочетом. Так что если ты выбираешь для себя народный танец, будь готов, что ты будешь хорош исключительно в нем. И второй еще очень интересный вопрос от Марии. Это про концертные площадки. Государственный академический хореографический ансамбль танцевал на вокзале. Вот прямо на перроне. Это было интересное, важное мероприятие. РЖД запускал новый туристический маршрут по туристическим местам Кавказа. И чтобы презентовать все это мероприятие, были приглашены мы. Мы из здания Казанского вокзала перебегали прямо на перрон в костюмах. Люди оглядывали, шарахались, удивлялись, фотографировались. И они всю нашу небольшую короткую программу 20-30 минут стояли, поддерживали, хлопали. Их было больше и больше. И ты понимаешь, ну это здорово. Людям нравится и значит мы не зря делаем наше дело.